Все равно все попадет на одну свалку, так говорят некоторые кировчане о раздельном сборе отходов. А во дворах люди потеряли контейнеры для пластика. Что происходит с системой сортировки мусора? Об этом я не только расскажу. В ближайшие минуты вы смотрите «Дайвича». Меня зовут Наталья Бакирина. Здравствуйте. С июля придется платить больше. С понедельника вырастут тарифы за коммунальные услуги. Их не повышали полтора года. Каких сумм ждать в квитанциях? В городе Кирове, например, рост стоимости электроэнергии составляет от 9,1% до 9,5%. Только укладкой асфальта работа не ограничилась. Из-за строительства дороги в чистых прудах пришлось перекладывать коммуникации. На каком участке это произошло? Огромное количество людей нуждаются в том, чтобы у них была возможность удобно подъезжать и уезжать от места своего проживания. Непобедимый борщевик, двойные бордюры и дорожные провалы. Новая подборка жалоб кировчан уже готова. И по каждой власти дали ответ. Одни вопросы и никаких ответов нет. Собственно, пришел вот еще. Работа идет, сроки поджимают. В Кирове проверили ход строительства школ. Все должно быть готово к концу года. Успеют ли подрядчики? Школы строят, а сроки поджимают. Представители администрации и городской думы проверили, что происходит на стройплощадках, где к концу этого года должны появиться учебные заведения. Одной из первых посетили территорию школы в Шевелях. Сейчас рабочие делают каркас здания. Подрядчик говорит, работы идут по графику. Неплохо вся дела на объекте у Зубаревского леса. Ранее у властей были сомнения, успеют ли рабочие вовремя построить школу. Подрядные организации отчитались. Ежедневно работают от 70 до 100 человек. Ведется монтаж кровли, стен, продолжается монтаж перекрытия над бассейном. Еще одним объектом посещения стала школа в Урованцево. Здесь подрядчик приступил к внутренним отделочным работам и облицовке фасада. Там монтируют коммуникации и прокладывают инженерные сети. Так надежнее в Кирове на улице Горбачева при ремонте тротуара бордюры установили в два ряда. Такая ситуация смутила многих. Люди не понимают, для чего нужна такая двойная защита. Подробнее об этом и не только расскажет дежурная по городу Екатерина Кудрина. Обновленных тротуаров в Кирове стало больше. Так на пересечении улиц Горбачева и Карла Маркса на пешеходной дорожке уложили новый асфальт и установили бордюры. И вроде бы все хорошо, но смущает жителей одно. Бетонное ограждение установили в два ряда. Люди не понимают, зачем это было сделано. Ведь раньше было все хорошо. До этого, десятилетиями на этом участке, почему асфальт был в нормальном состоянии, почему он там не разрушался за один-два года, и все было хорошо. Почему с другого края тогда не сделан такой же бордюр? Там тоже, собственно, такое неровное основание, неровная граница. То есть одни вопросы и никаких ответов нет, собственно, по большому счету. А ответ есть. В администрации отметили. Дополнительный ряд бордюров установили для уплотнения асфальтового покрытия. И все работы были выполнены в соответствии с требованиями. Вопросы вызывает и дорога около дома Надзержинского, 17. Там на одной из полос движения образовалась яма, из-за которой, по словам жителей, случаются аварии. Было сообщено в разные группы правительства города Кирова. В число 4-го, наверное, приехали горищники, замерили яму и уехали. Я думал, все, работа пойдет. Мы выставили какого-то 7-го числа ограждение и все. На вчерашний день ничего не было сделано. Яма на дороге образовалась из-за провала над канализационной трубой. Система принадлежит частному лицу, которое и должно устранять неполадку, пояснили в администрации. Помимо дорог в городе присмотреться еще есть к чему. Во дворе на монтажников 36 недалеко от детской поликлиники зреет борщевик. Ходить здесь становится уже небезопасно, так как скоро это ядовитое растение начнет свисти. И если его вовремя не скосить, то оно разрастется по всей территории. Бороться с ядовитым сорняком будут и не только на этом участке, заявили в администрации. Из областного бюджета выделена субсидия на борьбу с борщевиком. Сумма более 10 миллионов рублей. Около 200 гектар у нас выявлены территории, которые подвержены произрастанию этой культуры. Мы, значит, на сегодняшний день первый этап провели химическая обработка. Сейчас приступили к кышению. Кроме того, глава города отметил, с борщевиком на монтажников 36 должна бороться организация, которая закреплена за данной территорией. Когда его скосят, сети-менеджер не уточнил. По городу дежурили Екатерина Кудрина, Алексей Стахеев, Бюро новостей Давиджа. В Чистых прудах перекладывают коммунальные сети. При строительстве улицы Чистопрудненской подрядчики выяснили, мешают подземные электрокоммуникации. Пока идут земляные работы, было решено перенести провода. Новая улица длиной более 600 метров соединит два микрорайона Чистые пруды и Курочкины. Также в этом районе продолжается строительство улицы Жилая-7. Новые магистрали позволят существенно разгрузить потоки машин, говорят в мэрии. В других частях города тоже кипит работа. Всего в этом году в Кирове построят 4 дороги. Кроме Чистых прудов, новые асфальтированные направления появятся в микрорайонах Южный и Озерки. Пятая улица уже появилась с опережением графика в знаке. Добавлю, за несколько лет в Чистых прудах также построили улицы Ивана-Попова и Мостовицкую. Развитие района продолжается. Конечно, объект важный. Посмотрите, у нас здесь огромный микрорайон, у нас здесь детский сад, у нас здесь храм, то есть торговый центр. Огромное количество людей нуждается в том, чтобы у них была возможность удобно подъезжать и уезжать от места своего проживания. Более того, эти деньги федеральные. Нам удалось попасть в федеральную программу. В этом году в городе 5 улиц строятся. Федеральная программа называлась она «Стимул». То есть есть обязательства перед федеральным центром, соответственно. Сейчас мы провели рабочее совещание. Есть ряд технических моментов, которые обсудили, потому что стройка – это всегда какие-то вопросы возникают, в том числе перекладка сетей. С 1 июля в России вырастут тарифы на коммуналку и Кировская область – не исключение. Итак, со второго месяца лета средний индекс роста у нас составит 9,8%. Он коснется таких коммунальных услуг, как газоснабжение, электроснабжение, теплоснабжение, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение и обращение с ТКО рассказали в региональной службе по тарифам. В городе Кирове, например, рост стоимости электроэнергии составляет от 9,1% до 9,5%. Например, в зависимости от того, оборудованы дома электроплитами или газовое снабжение есть. По другим коммунальным услугам, по водоснабжению, водоотведению, рост ограничен 9,8%. Последний раз индексация проводилась с 1 декабря 2022 года. Получается, что тарифы не пересматривали полтора года, отметили в региональной службе по тарифам. И добавили, что индекс в Кировской области в 9,8% установлен на среднероссийском уровне. По ряду субъектов страны этот индекс достигает 15%. Тарифы повысят. А что насчет качества услуг? Этим вопросом сейчас занимаются на федеральном уровне. В Госдуму внесен законопроект, пока он касается организации водоснабжения и водоотведения. Эти компании обязаны будут утверждать программы текущего ремонта не менее чем на 5 лет и каждый год отчитываться о выполнении этих программ. Люди выиграют из-за того, что наконец начнется модернизация этой инфраструктуры, качество услуг будет повышаться. Мы все-таки наконец начнем бороться с этими неучтенными потерями, с воровством. Потому что на самом деле, если люди у нас переплачивают, они переплачивают не потому, что у нас тарифы слишком высокие, а потому что мы платим за воду, который течет в наших подвалах. Мы платим за какое-то тепло, которое там приходит в дом, уходит из всех щелей, да, или наоборот там уфорчику открываем, потому что переток. Одна из основных проблем коммунальной сферы – это изношенность сетей. А их в стране порядка миллиарда километров, пишет парламентская газета. Чтобы заменить все изношенные коммуникации, потребуется примерно 20 триллионов рублей. Платить больше за коммуналку кировчанам придется уже в августе. Однако не все жители рады такому раскладу. В группе «Девятка ТВ Вконтакте» мы провели опрос, как вы относитесь к повышению тарифа на коммунальные услуги. Результаты следующие – 69%. Этому, естественно, не рады, поскольку зарплаты невысокие, а цены поднимают. 20% относятся нейтрально, 4% считают, что это нормально, потому что все дорожает. Другие мнения в рубрике «Мобильный опрос». Как вы относитесь к повышению цен на коммунальные услуги? Мы не оплачиваем, у нас мужчины занимаются. Всегда отрицательно, только как еще можно относиться. А самый лучший вариант, чтобы все коммунальные услуги, как раньше в советское время были, были государством. То есть вся эта коммунальная система должна быть государственной. Плохо. Почему? Купи квартиру, ипотеку плати, налоги плати, коммуналку плати. Конечно, негативно, потому что уровень зарплат, к сожалению, остается не такой высокий. И индексация происходит не так быстро, как хотелось бы. Конечно, президент обещал, что МРОД вырастет, но, к сожалению, МРОД пока не вырос. А цены за транспорт растут, цены в магазинах растут. И, соответственно, платежи коммунальные, конечно, негативно, потому что на что-то другое практически совсем не остается. Нормально я к этому отношусь. А почему? На мой взгляд, качество услуг выросло. Я пока не особо заметила повышение цен на коммуналку, поскольку в мае за апрель платили и так 7-8 тысяч. Пока что коммуналка вышла на 5 тысяч в июне. Поэтому из-за того, что отопление было дорогое относительно весной и зимой, то пока что я не заметила такого-то просто. Абсолютно нормально. Все дорожает. Все в этом мире бушующем. Я не видела никогда понижения цен. И, надеюсь, не увижу. Слава Богу за все. Разделяй и властвуй, гласит известная фраза. Однако кировчанам это пока недоступно. Люди жалуются, что разделенные ими отходы все равно приходится выбрасывать в общий бак. Прежнее для раздельного сбора куда-то увезли. Вернутся ли они и как обстоят дела с мусорной реформой, узнал Кирилл Комаровских. Пока Елена Тиванова ездила к внуку в Екатеринбург, из-под окон ее дома на студенческом проезде 3 пропал бак для раздельного сбора мусора. Произошло это две недели назад. Кировчанка просит вернуть все на место, ведь она им часто пользовалась. Потому что люди уже сознательно привыкли и приносят мусор. И хотелось бы, чтобы это куда-то на хорошее все это ушло. Не просто было выброшено и годами это все перерабатывалось. Ну, гнило, так можно сказать. У нас, значит, там была написана сортировка химических, пластика, значит, от химических продуктов какие-то, значит, от гелий, там, значит, еще что-то. Потом, значит, бутылки из-под молока можно было. При этом контейнеры для раздельного сбора пропали не только со студенческого проезда. На это жалуются жители и других улиц. Министр охраны окружающей среды Кировской области объяснил исчезновение урн. Забирают с контейнерных площадок. Они принадлежат у нас частной компании. И это решение как раз организации по сбору вторичных ресурсов. То есть они захотели эти контейнеры поставили, захотели убрали. Но о чем мы сказали сегодня в соответствии с законом? Расставлять контейнера на контейнерных площадках имеет право только региональный оператор. Если компания занимается сбором вторичных ресурсов, ей необходимо заключить соглашение с рекоператором, согласовать с администрацией города Кирова возможность установки этих контейнеров и заниматься этим видом деятельности. Министр сказал, что контейнеры попали, цитата, в серую зону, конец цитаты. При этом он добавил, что работу по раздельному сбору мусора не упраздняют. Напротив, она будет масштабироваться. Запускаем в 25-м году предприятие по сортировке отходов. В этом году мы направили заявление в Министерство природных ресурсов для предоставления субсидий областному бюджету на приобретение контейнеров для раздельного сбора отходов. Соответственно, наша задача синхронизировать ввод в эксплуатацию предприятия по сортировке и расстановку контейнеров для раздельного сбора, в первую очередь, на территории города Кирова, городов Слободской, Кирово-Чпецк. Пока развивать инфраструктуру по приему нецелесообразно. Нет смысла ставить на каждую площадку контейнеры для раздельного сбора мусора, если нет ресурсов для их переработки, заключил министр. Всего же в Кирове и области установлены более 100 контейнеров сеток для приема пластика. Ежедневные отходы сортируют порядка 25-30 тысяч человек. Самый красивый рассвет в Кирове теперь официально. Есть даже документ об этом и не только во второй части выпуска. Не переключайтесь. Вау! Шок! Цена в глобусе! Крем-гель для душа Милк в ассортименте 800 мл 79 рублей 99 копеек. Цена по бонусной карте. Цены действуют до 30 июня. Столы и стулья для вашей кухни. Барные стулья. Новый стиль Киров. Смотри и покупай ВКонтакте, на сайте и в салоне. Новый стиль. На Азина 15. Новый стиль Киров. Датчиков давления в шинах. Вулканизация. Также продаем и берем на хранение шины и диски. Высокий уровень сервисного обслуживания. И все это в сети шиномонтажных центров АСК «Филейский». Выгодное предложение в «Вятских рассветах». Кофе «Жокей Гол» 75 граммов 149,90. Окорок свиной заречья 1 килограмм 359,90. Доступные продукты «Вятского края». Моё почтение. Я с подогревом. Здравствуйте. И я с подогревом. Всем привет. И мы тоже с подогревом. Четыре больших бассейна с подогревом воды в Юркин парке. Купайтесь даже в 19 градусов тепла в Юркин парке. Итальянский цирк. Слоны и тигры. Ждём вас! Склад пиломатериалов «Муравейник» реализует бытовки. От 43 тысяч рублей. 42-02-59. Магазины «Автодруг». Магазины хороших аккумуляторов. Пульса производственная 29В и Попова 21. Мотоциклы, скутеры, квадроциклы в наличии в торговом центре МД «Регион». Киров. Улица Щёрса, 95А. Телефон 22-44-44. Каждый день словно счастье встречайте. Обновляйтесь и мир обновляйте. Настроение себе выбирайте. Будто новое лучшее платье. В магазинах сети «Миротекс» на каждое второе платье скидка 20%. Только в июне во всех магазинах «Елла Маркет». При покупке двух батонов колбасы докторской стоимость второго всего 99 рублей. «Елла» вкусно есть, полезно. Весь спектр современных стоматологических услуг в стоматологии «Ньюсмайл». Имплантация под ключ – 70 тысяч рублей. Беспроцентная рассрочка и кредит. А также скидка 10% на лечение и удаление зубов при ортопедических услугах. «Ньюсмайл» Дмитрия Козылева, 5, 22, 55, 59. Это «Давича» и мы продолжаем. Пьяный без водительских прав, да еще и несовершеннолетний в Белохолуницком районе осудили рецидивиста водителя мопеда. 17-летний молодой человек в августе прошлого года ехал по районному центру на папином мопеде. Его остановили инспекторы. Суд назначил нарушителю наказания штраф 4 тысячи рублей, 60 часов обязательных работ и лишение прав на полтора года. При проверке данных о личности правонарушителя установлено, что ранее он привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение. От медицинского освидетельствования подсудимый отказался. Ветеринары, обеспокоенные собаки, стали чаще нападать на людей. С чем это связано и как себя вести, если на пути появилось агрессивное животное? Мы поговорим с нашим гостем. В студии заместитель начальника отдела государственного надзора в области обращения с животными Татьяна Виноградова. Здравствуйте. Спасибо, что пришли. Скажите, пожалуйста, сколько человек пострадали от укусов собак с начала года? По статистике с начала года у нас практически 500 человек пострадали от укусов собак. В том числе в городе Кирове это практически 200 человек, 170 человек, которые стали жертвами нападения домашних животных. Конечно, эта цифра состоит и в том числе от тех домашних животных, как мы называем, свои, которые в том или ином случае могут также точно покусать своих владельцев. Однако эта цифра не маленькая, и она, конечно, нас беспокоит. А если сравнить, допустим, с прошлым годом, больше стало, меньше таких случаев? Статистика по сравнению с прошлым годом чуть-чуть снизилась. Но особую беспокоенность у нас вызывает именно летний период, потому что у нас дети находятся практически без контроля. Они предоставлены, наверное, сами себе. Чаще всего они уезжают в деревню к бабушкам, к дедушкам, где для них свобода, где для них простор. И, конечно же, в летний период чаще всего дети становятся именно субъектами нападения этих домашних животных. Поэтому и вызвано наше обращение к родителям, к бабушкам, к дедушкам, которые бы не оставляли своих детей без присмотра, независимо от их возраста. И, конечно, к владельцам животных, которые должны все-таки более внимательно относиться к своим собакам и исполнять требования законодательства. Вот если человек, допустим, идет, видит, что собака недружелюбно, скажем, настроена, а как нужно правильно реагировать? Ну, прежде всего, конечно, необходимо лучше всего остановиться. Остановиться и не предпринимать активных действий. То есть не махать руками, ни в коем случае не бежать от собаки, не поворачиваться к ней спиной, ну и стараться не смотреть прямо в глаза животному. То есть вот советуют кинологи, советуют зоопсихологи, специалисты по обращению, в том числе с дикими животными. Какая бы собака ни была домашняя, это все равно у нас животное, предком которого является дикое животное. Поэтому в таком случае не нужно провоцировать животное на совершение активных действий. А что делать, если все же собака укусила? Куда обращаться? Обязательно в медицинское учреждение, в медицинскую организацию. Причем это сделать нужно немедленно. Если медицинская организация находится далеко от места совершения укуса, то рекомендуется промыть место укуса проточной водой. Желательно это сделать с хозяйственным мылом, либо с иным щелочным раствором. И сразу же немедленно обратиться к врачу, именно указав причину, что это укус неизвестного, имеется в виду животного, неизвестно, сделана ему прививка против бешенства или нет. Поэтому если вы знаете, какое это животное укусило, также необходимо указать, чье животное, какая собака укусила, потому что медицинская организация эту информацию передает в ветеринарную службу. И, соответственно, ветеринарная служба потом уже отвечает. Если было животное ранее вакцинировано бешенство, то длительной вакцинации, либо ее наличие вообще не требуется. Если же неизвестно, подвергалось ли животное вакцинации против бешенства, то, конечно, человеку назначают курс уколов против бешенства. Татьяна Александровна, спасибо. Очень важная тема. Мы продолжаем. Киров, столица Рассветов. Теперь официально в Роспатенте выдали нашему городу свидетельство. Этот документ передадут кировчанам в День молодежи, в торжественной обстановке рассказали в областном правительстве. Теперь перед всеми жителями города стоит одна общая задача. Нужно создать интерактивную карту с лучшими точками, где можно встретить рассвет. Для этого надо сделать фотографию восходящего солнца и отправить ее составителям карты. Адрес электронной почты на экране. На основе собранных снимков и появится карта рассветов с самыми удачными и зрелищными локациями. По мнению властей, новый статус привлечет в город больше туристов. В День молодежи в Кирове соберутся сотни боксеров. В городе пройдет большое спортивное мероприятие. Организаторы подготовили для любителей спорта настоящий подарок, какой расскажет Антон Шадания. Друзья, это традиционный спортивный дайджест с Антоном Шадания. Рад вас приветствовать. Начнем наш выпуск с бокса. Киров накроет ночь чемпионов IBA. Так называется масштабный боксерский ивент, который состоится в нашем городе уже 29 июня. Он станет своеобразным подарком на 650-летие региональной столицы. Турнир будет носить статус международного. В нем примут участие настоящие титаны, вида спорта настоящих джентльменов. Любимец кировской публики, мастер спорта международного класса, вице-чемпион России, обладатель Кубка Европы Максим Кузнецов, сойдется в битве с нигерийцем Дунде Аллоиде. Уроженец Ангарска, чемпион страны, боксер-профессионал Павел Сосулин будет противостоять Кудратила Абду Кахорову из Узбекистана, а Павел Федоров, выступающий за Сербию, постарается выдержать натиск обладателя пояса WBO Африка небитого ганца Фаисала Абубакара. Кроме того, нашу область на ринге представит еще один известный спортсмен Армен Цатурян. Почетными гостями ночи чемпионов IBA станут Александр Лебзяк, Олег Саитов, Марк Петровский и другие именитые боксеры. Ивент состоится на Октябрьском проспекте в районе Цирка. Начало спортивного действия в 15 часов 30 минут. Далее речь пойдет о хоккее с шайбой. Олимпия обнародовала план предсезонки. Грядущий месяц для новичка ВХЛ пройдет под знаком сборов. В июле команду ждут втягивающие и учебно-тренировочные кемпы. Первые контрольные матчи Олимпия сыграет 3-4 августа. В Перми наши парни встретятся с обладателем Кубка Шелкового пути прошлого сезона Молотом. Затем 8-9 августа в столице ПФО Чепчане проведут тестовые встречи с Торпедо Горьки. Перед стартом регулярки ВХЛ, который намечен на начало сентября, Олимпия примет участие в предсезонном турнире в Самаре. Компанию клубу из Кировской области составят Щелны, ЦСКА, ВВС и Ишсталь. Сроки проведения турнира с 23 по 25 августа. Также добавлю, что в заключительный летний месяц у Олимпии запланированы два товарищеских матча на родном льду. Точные даты и соперник станут известны позднее. И в заключении новостного дайджеста о хоккее с мячом. Родину ждет сбор в Кисловодске. На прошлой неделе игроки Кировского хоккейного клуба вышли из отпуска и приступили к втягивающему тренировочному циклу. 4 июля у Вятской ледовой дружины стартует сбор в Кисловодске. Об этом сообщила пресс-служба Родины. Что касается новых подписаний, то они возможны после первого этапа Кубка России, который запланирован в конце августа-начале сентября. Напомню, что в сезоне 23-24 Кировский клуб стал одиннадцатым в Суперлиге. По имеющейся информации, в предстоящем чемпионате перед Родиной поставлена задача правиться в плей-офф. Это были новости спорта с Антоном Шидания. До новых встреч. Оперативно следить за новостями можно также в наших социальных сетях. Пишите, присылайте видео прямо сейчас. Смотрите прогноз погоды. В студии работала Наталья Бакерина. Всего доброго и до свидания. Субтитры подогнал «Симон»!